Торжественный момент. Переправа в селе Пластунка официально открытая. Её ремонтировали в течение двух недель. И вот, наконец, жители принимают работу дорожников. Оно соединяет улицу Джапаридзе, Леселидзе. И люди в основном, мы пользуемся, переходим. И в школы дети ездят через этот мост, и живут в большое село у нас. Я считаю, что этот мост – очень большое достижение для нашей жизни. Новые фонари, ограждение и, конечно, асфальтовое покрытие. Мост заметно преобразился и технически, и внешне. А вот сами ремонтные работы прошли для селян практически незаметно. Работы осуществлялись так, чтобы не прекращать движение автомобильного транспорта. В принципе, заняли они замену ограждения, замену освещения порядка, наверное, двух недель. Это было всё недолго. Перилы отсюда были сняты старые. Теперь мы их устанавливаем в каких-то более незначительных местах. Но также всё это используем. Обновление важного объекта инфраструктуры стало возможно благодаря партнёрству бизнеса и власти. Полтора миллиона рублей на ремонт моста выделили сочинские предприниматели. Миллион – городские власти. Дружная команда единомышленников. Она, конечно же, нам в реализации вот таких значимых социальных проектов очень-очень помогает. Конечно же, в этом помогает нам и партия «Единая Россия». Мостом совместное дело не ограничится. Каждый квартал в селе Пластунка будут появляться радующие глаз объекты. Так, в скором времени здесь будет заложена аллея. Работы ведутся в рамках конкурса по благоустройству, который был организован по инициативе главы Сочи. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ»